Ведущая передачи Уголовный процесс Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу представить вашего внимания нашего нового приглашенного гостя Татьяну Николаевну Долги, кандидата юридических наук, судью Калининградского областного суда, доцентра кафедры уголовного права и терминологии Балтийского федерального университета имен Канута. Уважаемая Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям. Вы в журнале «Уголовный процесс» номер 12 за 2022 год опубликовали очень интересную статью «Ошибки, допускаемые судами при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств». Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что это за статья, основные ее тезисы, основные положения, почему возникла такая проблематика у судов именно с вещественными доказательствами. Здравствуйте. Спасибо за возможность выступить и рассказать о тех вопросах, которые возникли по результатам обобщения судебной практики и изучения тех судебных решений, которые связаны с разрешением судьбы вещественных доказательств. Собственно говоря, статья и стала результатом такого исследования и обобщения. Использовались в статье те ошибки судов, которые уже были констатированы вышестоящим судом, вышестоящей инстанцией. Мы можем уже говорить, что как ошибка она уже состоялась и была допущена судом нежестоящей инстанции. Какие примеры использовались? Ну, начиная от процессуальных нарушений, когда судами вообще не мотивируется решение о судьбе вещественных доказательств в судебном решении, ссылки на статью 81, что исходя из нее принимается судебное решение, конечно, тоже недостаточно. А также были приведены примеры, когда не ставится на обсуждение сторон вопрос о распределении разрешения дальнейшей судьбы вещественных доказательств. Стороны не имели, соответственно, возможности высказаться, в том числе и по вопросам уничтожения вещественных доказательств, может быть конфискации, ну или других последствий, которые могут быть приняты в отношении этих вещественных доказательств. Непосредственно по судьбе самого вещественного доказательства, какие вот примеры приводились в статье, это вопросы, связанные с тем, когда судами принимались решения об уничтожении вещественного доказательства. В то время как этого делать было не нужно, почему? Это же вещественное доказательство может иметь такое же доказательное значение при производстве по другому уголовному делу, например, выделенному из настоящего уголовного дела. И тогда происходила утрата вещественного доказательства и невозможность в некоторых случаях доказывания обстоятельств, указанных в статье 73, по какому-то другому уголовному делу. Необходимо также проверять, являлись ли вещественные доказательства орудиями или иными средствами совершения преступления, поскольку были решения приведены в статье, когда возвращались данные вещественные доказательства владельцу, в то время как можно было решать вопросы, обсуждать вопросы со сторонами о конфискации такого вещественного доказательства. Ну и, конечно, о судьбе денежных средств, которые, например, являлись предметом взятки, это всегда вызывает трудности, несмотря на разъяснения, которые уже стоялись по плену информного суда, когда денежные средства использовались при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Нужно, конечно, выяснять, а чьи же денежные средства. И в зависимости от этого уже решать либо потенциальному взяткодателю эти средства, возвращать, если он свои средства использовал и сообщил о том, что вот такая взятка будет иметь вместе с сотрудником полиции, или тогда возвращать в орден, который инициировал производство оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они использовали свои денежные средства. Вот так и слегка. Вы знаете, я бы очень хотела остановиться на вещественных доказательствах денежных средствах. Очень часто бывает в практике, когда совершено преступление, но не оконченное преступление, покушение или приготовление. И в рамках этого преступления оперативными сотрудниками по поручению следователя либо следователя проводятся обыскные мероприятия. И в рамках обыска изымаются денежные средства, которые не арестовываются судом, а именно признаются вещественными доказательствами. И в дальнейшем следователь в обвинительном заключении указывает, что указанные денежные средства были доводны преступным путем. Но, извините, нашему подсудимому, нашему обвиняемому меняется покушение, либо приготовление, то есть неоконченное преступление. И говорить о том, что они были добыты, зачастую невозможно. И эти денежные средства находились, например, в офисе или в домовладении и могут принадлежать другим лицам, также родственникам. Но суды, к сожалению, исходя из моей практики, просто так и указывают. Подлежат указанные денежные средства конфискации, потому что добыты преступным путем. И никак понятия добыты преступным путем не раскрывают. Вот скажите, пожалуйста, были ли у вас, вообще известны ли такие случаи вам в практике? И как на это реагировать защитникам, как подсудимым? Ну вот вы с вами привели такой пример как раз немотивированности судебного решения, что, конечно же, недопустимо. Есть постановление пленума о судебном приговоре, который нам об этом указывает, и пленум о конфискации имущества, другие постановления пленума, которые, конечно, и напрямую уголовно-процессуальный закон, он, кстати, седьмой, обязывает мотивировать суд свое решение. В вашем случае, который вы, например, привели, конечно, решение не было мотивировано. А вот добытые ли денежные средства преступным путем являлись ли они результатом того преступления, которое инкриминируется виновному, конечно, это подлежит доказыванию. Обязательно подлежит доказыванию. Потому что мы с вами знаем, что в соответствии с статьей 299 суд обязан ответить на вопрос, а что же сделать с вещественным доказательством. И, конечно, для этого он должен исследовать соответствующие документы, может быть показания свидетелей. Даже, Софья, при рассмотрении дела с применением особого порядка принятия судебного решения, даже в этой процедуре, когда, казалось бы, доказательства в миновности мы не исследуем, но если мы говорим о вещественных доказательствах, о непадемости конфискации или решении вопроса по арестованному имуществу, мы обязаны это сделать. И поэтому говорить о мотивах, которым руководствовал суд в вашем случае, наверное, не приходится, потому что мы их просто не знаем, можем только догадываться. Вы знаете, я очень благодарю за такую ремарку в части особого производства, но хотела бы остановиться на маленькой тонкости в части вещественных доказательств автомобиля. И зачастую автомобиль служит орудием преступления, на котором совершается преступление, либо еще каким-либо образом причастен именно к совершению преступления. И вот у меня вопрос возникает. Так как это довольно громоздкий объемный предмет, зачастую следователи, дознаватели отправляют его на хранение на платные стоянки. И там они хранятся определенный период времени. К сожалению, наши следствия очень редко укладываются в два месяца. Иногда это бывает годами, с учетом даже судебного рассмотрения. И дальше встает вопрос о том, кто должен платить за вот эту платную штрафстоянку, или даже не штрафстоянку, но платную охраняемую стоянку, где хранилось транспортное средство. И из практики могу сказать, что возлагается эта обязанность, либо на то лицо, чаще всего на то лицо, кому принадлежит транспортное средство. Вот если вы сталкивались с таким примером, расскажите нам, пожалуйста. А я потом освещу решение Верховного суда под аналогичным спором, если позволите. Ну, наверное, здесь проще начать с конца вашего вопроса, да, и ответить сразу на вопрос, а кто же должен платить, да. Но здесь мы, безусловно, обращаемся к статье 131-й Уголовно-процессуального кодекса, который прямо говорит, что затраты по хранению, по транспортировке, по демонтажу вещественных доказательств всего относятся к процессуальным издержкам. А раз относится к процессуальным издержкам, этот вопрос разрешается точно так же в приговоре, ну, или в постановлении прекращения, например, уголовного дела, точно так же обсуждается со сторонами и возмещается за счет тех средств, которые выделяются органу, который производит расследование. И как любые процессуальные издержки, например, за услуги защитника по уголовному делу или потерпевшего на представителя, ровно так же в этом же порядке они взыскиваются и оплачиваются органом, который проводил предварительное расследование. А по приговору суда, например, в вашем случае, в приговоре суда же будет решение по этому вещественному доказательству, возвратить, например, определенному там лицу, допустим, потерпевшему по делу. Ну, пожалуйста, это решение должно исполняться, и автомобиль должен быть возвращен. Тогда я расскажу нашим зрителям о практике Верховного суда. В этом году Верховный суд рассмотрел дело 14 марта 2023 года. И дело было по факту угона автомобиля. Угнанный автомобиль был обнаружен, лицу было предъявлено обвинение, и следователь вынес постановление о том, что угнанный автомобиль необходимо передать потерпевшему через определенное время, через полгода после расследования уголовного дела. Но фактически потерпевший, придя с указанным постановлением, получить автомобиль не смог. Постановление следователя передачи самого вещественного доказательства потерпевшему. Поэтому вопрос в приговоре не решался. А далее владелец автостоянки, где платно хранился транспортное средство, предъявил иск и к владельцу транспортного средства, и к подсудимому, и потребовал взыскать их денежные средства. И суды трех инстанций взыскали с потерпевшего денежные средства за огромный период хранения транспортного средства, его же транспортного средства на этой штрафстоянке. Верховный суд, рассматривая это дело, сказал, уважаемые судьи, вы рассматривали в рамках гражданского дела то, что подлежит рассмотрению в рамках уголовного дела, и издержки по уголовному делу никоим образом не могут рассматриваться без применения норм УК, УК, УК. И было решение естественно отменено, и в решении Верховный суд указал, что с потерпевшего вообще недопустимо взыскивать издержки по уголовному делу именно в таком виде, как хранение вещественных доказательств. Так что, да, у нас, к сожалению, это решение есть опубликовано на сайте Верховного суда, но суды допускают и такие ошибки. В вашей статье вы обращаете внимание на очень интересное постановление Конституционного суда Российской Федерации от 7 марта 2017 года, номер 5-п по делу о проверке конституционности, части 3-81 статьи, и где рассказывается о вопросе о прекращении уголовного дела и судьбе вещественных доказательств конфискации в случае прекращения уголовного дела. Вот мы можем с вами на несколько слов остановиться на этом документе. Конституционный суд указал, что в случае, если дело прекращается, и лицо, которое подозревается, обвиняется в совершении преступления, ему должны быть разъяснены все правовые последствия, в том числе и конфискация имущества, которое было признано веществом доказательств и имеет отношение к преступлению, как орудие или как добытое преступным путем. А в случае, если же лицо не согласно с прекращением уголовного дела, тогда дело разрешается в обычном порядке и будет прекращено и по истечению срока давности, а вопрос вещественных доказательств будет решаться отдельно. Гражданин оспаривал, почему при прекращении уголовного дела его имущество было конфисковано. И вот тут очень жестко, как я считаю, Конституционный суд разграничил, что если обвиняемому, подозреваемому предоставляется право прекращения уголовного дела по истечению сроков давности, ему, следователям и защитникам должны быть четко разъяснены правовые последствия, в том числе вопросы конфискации. Но в практике, я полагаю, что следователи более чем никогда это не разъясняют. Поэтому для ускорения процесса важно получить документ о согласии с прекращением по срокам давности. Но адвокаты тоже у нас не всегда бывают, действительно очень достойно подходят к вопросу защиты и не разъясняют. Безусловно, при прекращении уголовных дел суды решают вопросы о веществах доказательствах. Ведь здесь в определении Конституционного суда, почему вы правильно говорите, категорично достаточно Конституционный суд стоять на своей позиции. Почему? Потому что возможная конфискация имущества – это последствия вот этого и совершенного преступления, и последствия прекращения дела по нереабилитирующему основанию. Поэтому, конечно, на это тоже должен быть согласен обвиняемый. Если он на это не согласен, значит, уже того, что он согласен на прекращение, будет недостаточно. Это такое усеченное, что ли, согласие, если можно так говорить. И, конечно, тогда прекращаться дело не может, и будет тогда уже рассмотрено в полном объеме. Возможно, даже с приговором, с освобождением от назначенного наказания. То, что следователи не разъясняют и нарушают закон, получают, и нарушают разъяснение Конституционного суда, они же ведь обязательно для исполнения. Совсем не значит, что это правильно, и нужно обязательно такие последствия разъяснять. А такие дела я видела, разъясняют и суды, когда прекращают. Ведь дела же прекращаются и в судах, но только на следствии. И судьи, я видела такие решения, разъясняют эти последствия. и, как правило, соглашаются на такие последствия, обвиняемые на конфискацию. И вопрос о конфискации разрешается при принесении постановления о прекращении уголовного дела. Татьяна Николаевна, готовясь к нашей сегодняшней встрече, зная уровень ваших знаний, вашей компетентности, вашего опыта, я на сайте Верховного суда нашла довольно интересное, как показалось для наших зрителей, определение Верховного суда. И оно было прописано в обзоре судебной практики Верховного суда номер 4 за 2020 год. Там рассказывалось, что судом было принято решение о конфискации имущества, а именно квартиры, которая была добыта преступным путем подсудимым, но в дальнейшем она была продана, и покупатель приобрел ее в ипотеку. И на момент рассмотрения решения суда он еще выплачивал ипотеку, и даже, как он пояснял Верховный суд в своей жалобе, он не знал и не мог знать, что эта квартира, добыта преступным путем, прошли уже несколько лет с момента того, как он платит ипотеку, и почему его имущества, его квартиры должны быть конфискованы и реализованы. И Верховный суд, рассмотрев это, отменил решение всех трех нежестоящих имптанций и указал, что, уважаемые судьи, пожалуйста, при рассмотрении дел, когда ставится вопрос о вещественных доказательствах, которые, собственно, уже изменена, особенно если это недвижимость, квартиры жила, единственное жилье и приобретенное в ипотеку, необходимо решать вопрос о том, знал ли покупатель, мог ли знать покупатель о том, что имущество добыто преступным путем, и мог ли он как-то вообще содействовать в этом подсудимому. Если же покупатель оказался не сведущ в преступной деятельности продавца, а тем более там вообще продавалось через агентство, продавалось риэлторам, то, наверное, все-таки стоит не изымать имущество добросовестного покупателя, а иным способом взыскивать ущерб, причиненный преступлением. Так что у нас действительно очень сложно с вещественными доказательствами, и я понимаю, что судам тоже очень непросто, потому что то, что иногда выносят следователи, то, как они арестовывают, приходится разбираться именно уже в процессе рассмотрения дела, и не всегда все подтверждается. Но мы будем надеяться, что все-таки у нас есть возможность и обучения судей, и судьи проходят в УЗИ обучения, повышение своей квалификации, увеличивают свои знания, и обзоры, ежегодные обзоры Верховного суда дают возможность именно в правом поле регулировать многие вопросы. Поэтому, Стя Николаевна, я вас очень благодарю за статью, а еще очень надеюсь встретиться с вами, когда вы опубликуете свою следующую статью на очень тонкую тему, которая, в принципе, в нашем законодательстве никак не разграничена и не раскрыта. Если вы скажете хотя бы тему нашим зрителям, я думаю, им будет интересно обязательно послушать следующую нашу с вами программу. Ну, видите, анонс такой, да, от меня услышать. Ну, почему нет? Я думаю, это будет очень интересно. Тем более я знаю, что это за тема. Это действительно будет очень тонкий вопрос. Вообще не раскрыто законодательство, и даже у огромного количества судей возникают вопросы. Я была на конференции, где вы выступали, и те судьи, которые задавали вам вопросы, и каким образом их решать. Это же тоже было очень интересно послушать. Да, действительно, я планирую к публикованию такой статьи предложить ее публикации журнала «Уголовный процесс» уважаемому редактору. Статья будет посвящена положению статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса, связанной с помещением в стационар любого типа подозреваемых, обвиняемых, по которым уже констатировано то, что они представляют общественную опасность для общества, то, что они являются невменяемыми, но, однако, им не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопросов действительно много. Все, уважаемая Татьяна Николаевна, я вас благодарю. Я очень буду ждать вашу статью и обязательно приглашу вас на новую нашу конференцию. Спасибо. Все, уважаемые зрители, благодарим вас. До свидания. До свидания.